Биаслан Атабиев Родился в Нальчике в 1963 году. Окончил Кабардино-Балкарский государственный университет и аспирантуру Института археологии Российской Академии Наук. Возглавляет Институт археологии Кавказа, автор более 50 научных работ, эксперт Министерства культуры России по культурным ценностям, эксперт Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере охраны культурного наследия. Почему вы выбрали именно профессию археолога? На самом деле я достаточно долго сомневался, какое направление взять, потому что с одной стороны меня привлекала биология, с другой стороны меня привлекала археология, история. Дело в том, что мой покойный отец, он был знатоком огромного количества исторических песен, сказаний, событий, которые были связаны с жизнью карачао-балкарского народа. И он старался передать нам, своим детям, а нас у него 11, он старался нам передать те знания, которые он получил от стариков. К сожалению, так получилось, что он не застал своего отца, потому что в тот день, когда родился мой отец, моего дедушку расстреляли. Поскольку он 9 месяцев оказывал яростное вооруженное сопротивление Красной Армии, он не пускал их в ущелье, в котором мы господствовали. И, наверное, вот эта атмосфера, которая была наполнена в наше жилище, она, наверное, в конечном итоге и послужила причиной того, что я вырву для себя в качестве специальности именно археология. Потом, понимаете, как получается, любой человек, который живет и не просто ходит по земле Кавказа, он пытается к ней присмотреться, у него так или иначе должен пробудиться интерес к истории и древностям. Потому что на каждом шагу, буквально на каждом шагу мы сталкиваемся с теми или иными проявлениями, связанными с жизнью наших народов. Мы сталкиваемся с конкретными артефактами. И когда ты пытаешься понять, как возник, допустим, тот или иной вид жилища, как возникла та или иная крепость или крепостное сооружение, так или иначе, твои интересы начинают все больше и больше склоняться в сторону изучения, научного изучения. Вы возглавляете Институт археологии Кавказа. Чем конкретно он занимается? С 1991 года мы исследовали в общей сложности на территории Кавадина-Балкарии, Карачао-Черкесии, Краснодарского края, Республики Ингушетия, Чеченской Республики. Мы исследовали более 3500 комплексов. Это огромный пласт археологического материала, в том числе антропологического, который проходит всестороннюю оценку исследований. В том числе мы проводим совместно с нашими коллегами палеодНК исследования. Мы проводим исследования почв, мы проводим геомагнитные разведки. То есть мы стараемся привлечь к науке, которую многие воспринимают как связанную непосредственно с лопаточками, скребочками, щуточками. На самом деле археология сегодня, она находится на стыке огромного количества современных естественно-научных дисциплин. Потому что вплоть до того, что сегодня благодаря компьютерному моделированию мы можем получить портретное изображение по крайней мере двух с половиной тысяч индивидуумов, которые проживали с VI тысячелетия до нашей эры на территории Центрального Кавказа, заканчивая XVI-XVII веками. У нас есть возможность проследить динамику развития, эволюции орудий труда, предметов вооружения, поселений и так далее. Как жили наши предки еще 1500 лет назад? Насколько сильно изменился облик и поведение тех людей по сравнению с современными? Вот тут такой образ, который создали театралы и кинематографисты, когда они показывают вот эти балы, белозубых принцесс, кавалеров, исполненных достоинства и уважения. На самом деле это далеко не так. Надо понимать, что даже в эпоху позднего средневековья, да что там позднее средневековье, возьмите любую конфликтную ситуацию, когда возникает вооруженное противостояние людей, даже сегодня, в XXI веке. В человеке неожиданно пробуждаются самые низкие, самые низменные качества, какие-то звериные инстинкты. И это несмотря на то, что мы с вами сегодня находимся под сенью защиты Конституции и Закона, несмотря на то, что мы находимся под защитой целых военизированных, специализированных фискальных органов, задача и цель которых обеспечить защиту конституционных прав и интересов граждан. Если взять эпоху средневековья, я не говорю там про более древние эпохи, потому что в эпоху средневековья уже складываются зачатки государственности. Так или иначе складываются какие-то писанные, утвержденные принципы, правила поведения. Тем не менее, сильный имел право лишить человека не только имущества, но и жизни по праву сильного. Мы знаем о тех случаях, которые периодически пытались присвоить себе право о первой брачной ночи. Это пытались делать в том числе и на Кавказе, хотя казалось бы, мы привыкли думать, что вот этот кавказский этикет, что он ходит корнями в глубочайшую древность, на самом деле он сформировался относительно недавно. И мы должны понимать, что человек древности, он страдал целым рядом заболеваний. Причем центральный Кавказ это природный источник чумы, холеры. Поэтому эпидемии этих заболеваний проходили периодически, и они уносили до 90% населения. В то же время мы знаем, что лекарство от оспы, оно было изобретено относительно недавно. Именно вот естественное прививание, которое в том числе практиковалось у адыгов, у тюркских народов, которое позволило избежать вот этих трагических последствий оспы в виде многочисленных язв, ссадин. Те антропологические материалы, а как я уже сказал, это порядка 3,5 тысяч индивидуумов, они позволяют с уверенностью утверждать, что одним из самых распространенных заболеваний был кариес и полная потеря зубов относительно молодых людей. Я могу сказать, что далеко не на последнем месте среди заболеваний ставили венерические заболевания, потому что, соответственно, не было каких-то условий для обеспечения санитарной безопасности. Я могу сказать, что, допустим, если взять эпоху средних веков, средняя продолжительность жизни женщины, она колебалась где-то в пределах 25-30 лет. И это было связано, в первую очередь, с детородными функциями, потому что в процессе родов женщина получала какую-то инфекцию. И детская смертность, она была порядка 60%. Средний возраст мужского населения, он колебался в пределах 30-35-37 лет. Это, в первую очередь, было связано, опять же, с санитарно-эпидемиологическими условиями. В то же время это было связано с тем, что люди находились в постоянном состоянии войны, когда нельзя было расслабиться ни на одну секунду. Враг мог в любую минуту прийти и лишить тебя всего. В пользу этого свидетельствуют многочисленные раны, которые мы видим на костяках тех погребений, которые мы исследуем. И значительная доля этих людей, которые мы обнаружили в погребениях, их причиной смерти являются насильственные действия. То есть это травмы черепа, травмы позвоночника и так далее. Поэтому жизнь средневекового человека, она далеко не такая романтичная. В то же время, те предметы материальной культуры, которые мы обнаруживаем, свидетельствуют в пользу того, что у этих людей, так же, как у современного человека, было чрезвычайно развито художественное выражение, фантазия. Потому что создать такие замечательные узоры, которым покрыты сосуды, создать такие замечательные узоры, которые создавались при качестве, при валянии войлока. Понятно, что человек неразвитый, он настолько симметричный, красивый, в цветовой даже гамме, если взять предметы, он бы не смог создать. Какая у вас профессиональная мечта? Что мечтаете найти и исследовать? В моей практике были такие находки, которые поражали во выражение не только в нашей стране, но далеко за ее пределами. На самом деле, наверное, мечта любого археолога – это добиться такого состояния в обществе, когда каждому человеку, который является гражданином той страны, где он проживает, это будет небезразличная судьба памятника в археологии. Потому что мы так или иначе стараемся обеспечить сохранение культурного наследия, но усилиями государственных органов, усилиями отдельно взятых специалистов добиться этого невозможно. Я вам приведу такой случай. В 1985 году мы приехали в составе археологической экспедиции научно-исследовательского института Кабарина Балкарского на один из самых грандиозных памятников оборонительного зодчества Балкарии – замок Курнаяд. Он находится в Верхнем Балкарии. Площадь этого замка порядка 4,5 тысяч квадратных метров. Он по всему периметру, несмотря на то, что он был обнесен, он находился на оскальном выступе с отрицательными стенами, тем не менее он по всему периметру был окружен мощнейшей оборонительной каменной стеной. И только с одной стороны был узкий проход, который опять же обеспечивался защитой посредством каменных сооружений. И вот мы не успели подъехать к этому объекту, а он находится на значительной высоте, порядка 450 метров над селением Верхняя Балкария. И по прямой порядка, наверное, 4,5-5 километров. Мы не успели разгрузить машину. Уже порядка 30-35 человек, молодых, среднего возраста, пожилых людей, подошли к нам. И первый вопрос, который они задали – кто вы такие, на каком основании вы собираетесь здесь проводить раскопки? Покажите нам документы. То есть им была небезразлична судьба того объекта, который мы приехали исследовать. И только убедившись в наличии у нас специального разрешения, так называемого открытого листа на право производства археологических раскопок, они позволили нам работать, но на протяжении всей недели, когда мы проводили раскопки, по крайней мере 4-5 человек тщательно наблюдали за тем, что мы делали. И одна из задач, которую они поставили перед собой, чтобы те кости людей, погребения которых мы исследовали, чтобы они не были разбросаны. То есть это отношение с пониманием того, что это непосредственные твои предки. Если мы сможем восстановить вот это отношение каждого человека к этим древностям, тогда мы поймем, что мы, наверное, действительно добились своей цели. Ведь посмотрите, как получается. Миллионы наших сограждан ездят за границу в ту же самую Турцию и Египет для того, чтобы посмотреть древности, которые находятся там. Они даже не подозревают, что археологические культуры Центрального Кавказа на протяжении многих тысяч лет были одними из ведущих в мире. И именно отсюда, с Кавказа, шли очень мощные культурные импульсы в Европу и в Переднюю Азию. Не очень многие знают, что, например, рядом с городом Нальчиком находится целый комплекс крупнейших погребальных сооружений, возраст которых старше на несколько тысяч лет, чем возраст самой древней египетской пирамиды. А по количеству труда, потраченного на их сооружения, они нисколько не уступают, потому что их высота была порядка 30 метров. Они сооружены из камня и глины, из земли. И они являются свидетельством возникновения третьего очага мировой цивилизации, который находился здесь, на Центральном Кавказе. Несмотря на то, что мы об этом говорим на каждом шагу, по-прежнему интереса к этим объектам нет. К сожалению, так получилось, что на протяжении целого ряда лет один из жителей нашей республики проводил грабительские раскопки на этом объекте. На виду у всего села. Возникает вопрос, как так. Тем более, если даже подойти с такого ракурса, что кабардинские легенды приписывают эти три кургана, а там грандиозных три кургана, троим из пяти братьев, которые погибли в сражениях. Но мы, как археологи, понимаем, что это всего лишь на всего миф, потому что эти курганы были насыпаны в четвертом тысячелетии до нашей эры. За много тысячелетий до того, как начали выделяться какие-то этнические массивы. И вот это наложение каких-то более поздних событий на объекты материальной культуры, которые имеются, оно имеет повсеместный характер. Это характерно для любого эпоса, любого народа. Так вот, несмотря на такой, казалось бы, всплеск интереса к своей истории у представителей наших народов, тем не менее, на виду у села целый месяц они проводили раскопки. Не раскопки, а именно грабеж. Вот это парадокс нашего времени. С одной стороны, огромный всплеск интереса к своей национальной культуре, в то же время сквозь пальцы смотреть на то, что сотни курганов распахиваются на полях. Мы имеем этот факт. В Нальчике, например, в здании Министерства строительства, висит проект строительства кафе быстрого обслуживания на 96 мест, который так и называется, на кургане. Его предполагали построить на кургане, путь и средний бронзик. Возраст этого погребального сооружения 4000 лет. И как зная, что это сооружение связано с человеческим погребением, как можно было планировать строительство на нем кафе. Вот один из парадоксов нашего времени.